Всем привет! Продолжаем смотреть картины. Картина Жака Луи Давида Велизари, просящей подаяния. На картине было подножие портика или триумфальный арк, тяжелые пьедесталы, базы мощных колонн, вдали холмы, напоминавшие альбанские горы. Там в густой массе пиньи и кипарисов виднелись крыши домов, храмов. Велизари Давид написал сидящим на камне. Глава его поднята вверх, он слеп. Он не видит мира, только прислушивается к нему. Латы на плечах полководца печально оттеняет рубище, в котором он облачен. Мальчик-поводырь, светлые туники, протягивает вперед боевой шлем Велизари. И в этот шлем, так часто одним своим блеском наводивший ужас на врагов могущественной державы, в этот шлем, которым Велизари сражался в Персии, в Африке и в Риме, кладет подаяние, какая-то женщина. Поодаль старый солдат с изумлением и ужасом смотрит на дряхлого слепца, не решаясь признать в нищем, богатого и любимого солдатами прославленного полководца. Исторический Велизари жил в Велизантийской империи, а не в Риме. Художник перенес действия картину, условно античную страну, но и действительно печальные легенды о старости прославленного полководца Велизари. В конце жизни тот впал в немилость у императора, из-за чего тот конфисковал его имущество и изгнал. По легенде Велизари закончил жить нищим, испытав на себе скоротечность, славу и человеческую неблагодарность. И вот трагедию когда-то прославленного императорского полководца, теперь слепого и немощного, изображен художник на этой картине. Ну вот и все. Сегодня мы посмотрели картину Жака Луи Давида, Велизари, просящий подаяния. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова